Привет, кафедра! За два дня до конца лета, 30 августа, на кафедре была выложена лекция касательно способов информационного влияния, ну да, как искать ложь в пропагандистских месседжах России. Завязалось здесь, в общем-то, это было такое, как бы, домашнее задание, загадка такая, найдите, где здесь соврали. Ну, естественно, стали находиться многие несоответствия. Текст, который там был выложен, я скажу честно, я его писал сам, на основании отдельных фрагментов, которые уже встречались мне, то есть он является учебным, это не является каким-то действительно пропагандистским концептом. Ну, и читатели кафедры стали выбирать именно, где там нисходники. Это все очень полезно и прикольно было читать, действительно, это круто. Но суть, на самом деле, в другом. Если мы говорим о информационных материалах, которые применяются в информационной войне, надо понимать, что это не вызов на дискуссию, это не попытка убедить что-то или объяснить. Эти дискуссии ни к чему не приводят. В общем-то, они не для того делаются. Понимаете, что, ну, можно, например, в каске варить суп, допустим, сделана она не для того. Точно так же все информационные материалы по украинскому дискурсу, они делаются не для обсуждений. Они могут быть внешне красиво написаны, внутренне не противоречивы. Там нет, в принципе, предмета для обсуждения. В самом начале статьи я написал о том, что сам дискурс, он имеет направление, которое захватывает все 360 градусов как бы этой проблемы. То есть, там есть материалы в любом диапазоне. От, скажем так, псевдо-дружелюбных, я называю их южными, да, это мы один народ, хватит драться, давайте мириться, искать какие-то выходы, до северных, откровенно враждебных, там типа хохлите, сдохните все. По сути, они ничем друг от друга не отличаются. Основная задача пропагандистского материала это ослабить волю к сопротивлению. Поэтому по ним гадать это дело дохлое абсолютно. Здесь немножко похоже чем-то на супермаркет, в котором лежат товары на любой вкус. Кто-то пришел там за стиральным порошком, кто-то за яблоками, кто-то за сигаретами, кто-то за памперсами, кто-то там за консервами. Это неважно, абсолютно любой, кто пришел в этот магазин должен найти свое. И вот вам предлагает пропаганда вот такую вот картошку с бомбами. Вы можете выбрать там абсолютно самостоятельно то, что вам нужно на сегодняшний день. То есть это пушка, которая стреляет во все стороны одновременно. Поэтому обсуждать, о чем говорит сегодня российская пропаганда, это дело дохлое, она говорит сразу обо всем одновременно. Вы сами находите то, что вам надо. Ну вот я вам приведу такой пример. Например, в одной газете напишется, что там там группа нацистско-настроенной молодежи избила, например, таджика Гастера. В другой газете в то же время происходит публикация материала о том, как бизнесмены из России и Таджикистана подписали договор там о каком-то сотрудничестве. Естественно, что материалы эти, в принципе, друг другу не противоречат. Нет, они другу, наоборот, дополняют. Если вы хотите поговорить о том, как чурки всех достали, вы читаете это. А если вы наоборот хотите сказать о том, что чурки не достали, а полезны, вам есть вот это вот. То есть каждый найдет для себя то, что нужно. И гадать по наполнению медийного пространства, о чем говорят сейчас, и как изменяется отношение между Украиной и Россией, это бессмысленно абсолютно. Это такой ветер, который дует во все стороны одновременно. Все-таки где оно сработает, там оно и будет. Когда говорят, что накал противостояния снижается, потому что появилось больше материалов по южному направлению, которое призывает к тому, чтобы прекратить конфликт, это не говорит о том, что Россия сдается. А она использует только те методы, которые приводят к ослаблению сопротивления. Если люди заранее готовы сдаться и уже для себя это как-то начинают обдумывать и переносить этот вопрос в разряд допустимых, прекрасно. Этот материал для них. Чем больше мы слышим о том, что пора мириться, значит, тем хуже. Наверное, обстоят дела в мире объективном, а не информационном. Если мы слышим откровенные нежелания идти на никакие разговоры, опять-таки легендарные это хохлы, умрите, значит, скорее всего, у нас дела чем-то улучшились. Хотя, может быть, опять-таки это гадание на кофейные гущи. Поэтому, как я уже писал и говорил, и скажу еще раз, не стоит по ним гадать вообще. Главное, что надо знать о материале, это кем он был написан. Если вы видите, что это материал вражеский, я бы с ним даже не ходил в туалет, потому что можно занести заразу. Все.